наш капотик мы его решили снять потому что теперь у нас появится доступ в другие места либо сбоку либо отсюда спереди а сейчас у нас свободный доступ есть и вот с этого места до со всех сторон пока что сверлить его потрошить не будем вот поскольку тут есть свои места вот они которые можно попробовать на живот они вот отверстие особенно вот здесь широкие там где омыватели стоят а тогда уже если говорится не хватит не получится недостаточно будет вот этих всех вещей да уже будет смысл делать дополнительное отверстие ну вот такая вот диспозиция у нас мы смотрим дефектуем молочок а еще поставалась тут такие несколько месте есть принципе уже так на человека похож я правильно будет сказать на капот он похож есть еще там 5 6 7 мест не может даже быть десяток типа вот эти вот рядом тоже где надо доделать но в общем уже в общем уже как вот смотрится капотом на сегодня наверно хорош просто же время без десяти десять смысл засиживаться что вот она счастливый хозяин вот он счастливый капот немножко я его кое-где конечно там побил поколотил вот типа такие вот места есть как бы их снять но тут 78 мест таких капризные где не получилось вот он трезак сейчас мы с водичкой эти места пройдем полирнем и все будет зергут как говорят древние греки вот и можно будет поставить компот на место хозяин так придирчиво рассматривает вот вижу что доволен и слава богу сейчас мы его прихорошим и поставим пусть катается на здоровье продолжаем смачиваем немножко вот с такой брызгал очки и вот так я прошел продефектовал по отметил отметинками такими потому что приглядываться тяжело те места где мне надо пройтись вот этой шкурочкой да тут есть как бы все таки то газ тут не идеал мусора много заводского я это вижу ну ничего и нормально ничего страшного вот это все есть она не может не есть и сейчас проходим вот таким образом мы его уберем и для будет вот они как он и и и немножко уже у нас получается водичка закончилась сейчас это уберем чуть Такую лужицу делаем в нее, вот так, макаем, и вот у нас меточки. Вот одна меточка. Где там я не знаю, я просто круговыми движениями здесь немножечко ровняю. Ну вот еще несколько штук осталось. Все это делается без фанатизма. Теперь немножко просто пройдемся. Леганка, так говорится, пройтись. Где-то какие-то микроцарапинки, там что-то еще могло быть. Все это слегка подровняется. На этом, как мы видим, у нас шлифовочка закончилась. Вот такая вот получается структура. Вот где-то, когда высыхает, тут как грязь, как пенка. Белая такая. Ну это, скажем, отработка. Это частички лака, частички грязи, которые мы видим. Ну почему я такой машинкой пользуюсь, чтобы взбодрить? Она хаотично все это шлифует. Когда шлифуешь руками крест-накрест, все равно там выполироваться до идеала нет смысла. Можно и прополировать слой здесь 0,0,12. Я вот мерил. Микрометр есть у меня. Наш российский, вот такой. Вот. Ну, вы видели по предыдущим видео. Что не видел, покажу. Он работает только лишь по металлу. Вот такая красота. Вот. И тут толщина слоя. Вот он показывает сейчас 0,11 вот сбоку, да? Ну, было там 0,11, 0,12, 0,10. Это здесь у нас 4 слоя. Это гальвана грунт, грунт-подложка, самобаза и лак. Вот посчитайте, какая тут толщина слоев. Поэтому тут по-хамски нельзя. Вот. Сейчас замыть надо вот это все красоту. Потому что при полировке это будет, так сказать, жрать ресурсы полироля. Машинки. А толку не будет никакого. Сейчас опять замываем чистой водичкой. Вот. И потом, вытерев, я работаю в мензерной. Вот достаточно, в принципе, первый, второй номер. Ну, это почему я просто сюда слил. Это был, по-моему, первый номер. Вот. Я поставил и метку даже, что посредине. А баночка от первого номера. Ну, мне так удобнее. Потому что у меня этот номер вот в таком флаконе, в огромном, удобнее с маленькими работать. Вот первый, второй номер проходим. И, в принципе, уже все красиво. Потому что машинка не новенькая и капот будет гореть, как у кота. Глаза горят ночью. Вот. Там всю машину потом надо будет проходить, чтобы сравняться. Ну, ладно. Замываем мутый капот. Вот. Я вижу, как бы, что немножко он помотовел, скажем так. Сейчас надо набить глянец. Убираем лишнюю воду, вытираем насухо и приступаем к первый номер. Уже заблюстило. Вот они, жесткие полировальники у нас. Первым номером проходим. И теперь вторым. Вот такой вот мягенький, пушистый и толстый. Это под второй номер. Вот он на полированный капот. Прям приятно его гладить. Он такой нежно первозданный. Весь обалденный. Ну, теперь его надо поставить. Еще один момент. Ни одной дырки в капоте сделано не было. Все как было, так и осталось. Это уже, как бы, достижение. Вот. Сейчас будем наводить резкость. Вот она машинка. Вот он хозяин. Все довольны. Все рады. Вот. По-моему, все хорошо. Ну и пора домой ехать. Потому что уже 10. Могут за прогулы выгнать. Из дома. Все. Убегает. Даже цвет, оттенок капота немножко вот чистого разница по-другому. Чуть другой оттенок даже нарисовался. Но это просто от того, что он чистый. Могут за перелом. Ага. Могут за перелом. Время. Продолжение следует...